Александр, давайте продолжим эту мысль насчет проведения местных выборов в так называемых прифронтовых районах, а скорее в тех районах, где действует военно-гражданская администрация. Мы слышали, что люди действительно хотят, некоторые из них чувствуют обиду даже, что им не дали право голоса. Конечно, их можно понять, потому что во время президентских выборов они избирали президента, во время парламентских они ходили и голосовали. А когда дошло время до местных выборов, им сказали, что все, у нас опасная ситуация, и даже в тех населенных пунктах, где не было ни одного выстрела, им тоже лишили права выбирать. Поэтому я считаю, что единственный путь к миру на неподконтрольных территориях, это проведение выборов на подконтрольных территориях. У нас не может быть этой серой зоны. Это обозначает, что там не будет военно-гражданских администраций? Конечно, их не будет, потому что это противоречит Конституции в первую очередь. Знаете, я хоть представитель партии «Слуга народа», но я в первую очередь также и юрист, потому что это противоречит основоположным правам граждан избирать и быть избранными. Потому что на этих территориях должны быть избраны органы местного самоправления, которые в первую очередь будут коммуникаторами, центральными органами власти украинскими, потому что это представители. Это действительно тот инструмент, который даст возможность быть услышанными местному населению. И второе, я бы, наверное, хотел бы, чтобы тех представителей местных территориальных общин, которые были избраны, они были привлечены к Минскому процессу. То есть они в Минском процессе говорили, что ребята, смотрите, нас избрали согласно украинскому законодательству. Минский представитель, Маринский представитель, Краснобородский, да? Да, разных населенных пунктов. И они бы говорили, давайте возвращаться, давайте вместе, давайте вместе будем жить в пределах Донецкой и Луганской области, так как это было раньше. Изберем областной совет и просто давайте добьемся мира. То есть об этом это, конечно, наверное, был бы правильный путь. Потому что я считаю, центральная избирательная комиссия, она сделала большую ошибку.